Мудрость и вечное покаяние Они могли так управлять этой страной, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Мы просим, Господь, мы знаем, что сердце любого царя, любого властителя, любого владыки в Твоих руках. Мы просим, управь этими сердцами, от кого зависит мир в нашей стране, управь этими сердцами мир, управь Господь. Мы молимся также за агрессора, за нашего врага, который напал на нас. Мы молимся за Россию и просим, даруй покаяния этому народу. Господи, мы поступаем по Твоему слову и по Твоей воле и верим. Верим, что придет время, когда мы воскликнем, 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 что пришел мир на нашу страну. Мы воскликнем, воскликнем, воскликнем Богу, хвалу, воскликнем славу. Мы верим в Господь. Наши сыновья, наши отцы, наши дочери вернутся домой живыми, здоровыми. Мы молимся об этом, мы надеемся, Господи, соверши. Мы верим, что эти духи тьмы и злобы поднебесных, против кого сегодня война церкви, против кого мы сегодня воюем, они отступят. Но, к сожалению, есть и плохие новости, есть и плохие новости, где на полях той войны невидимой мы теряем людей. И наш брат, не нашим, он умер. Мы будем ожидать, когда будут похороны. Дьявол в этот раз как будто бы победил. Но я знаю, что последнее слово за Богом. Бог говорит последнее слово. Это война с метадоном, это война с наркотиками, которую мы ведем уже очень давно. Наша церковь и наша команда, скажем, мы ведем эту войну уже 27 лет. У нас много побед, но, к сожалению, случаются и поражения. И поражение в основном это выбор людей, к сожалению. О чем говорил Артем? Выбрали не то. Выбрали не тот путь. Выбрали но. Так что мы ожидаем, нам должны сообщить, когда будут похороны. Я прошу, что кто знал его, кто знает Лену Нинашеву, поддержите в молитве. Ей очень тяжело, очень трудно сейчас переживать эти дни скорби. Эти дни скорби. Так что прошу в молитвах ее нести в своих. Хорошо? И нам сообщат, Гермаш отвечает за это, за это все это дело. Сообщат нам, когда и где будут похороны. Как бы мы поддержим Лену и мы придем туда. Поддержим Лену и придем туда. Хорошо, присаживайтесь. Присаживайтесь. Спасибо, сын. Бог говорил нам сегодня, что Он наш Господин. И если ты не знаешь Бога как Господина, я хочу тебе сказать, ты вообще не знаешь Бога. Если ты не знаешь Его как Хозяина, Хозяина твоей жизни, ты Его просто не знаешь еще. Тебе нужно с Ним познакомиться. Тебе нужно узнать твоего Господа. И Бог начинает открываться нам только тогда, когда происходит вот этот момент, сердцем веруют в правильности, а устами исповедуют Господа. Когда ты в своем сердце, что это вера, ты в своем сердце говоришь, Иисус мой Господ. Я признаю, что Иисус мой Господь. Он Сын Божий и Он мой Господь. Когда это исповедание происходит, и оно искреннее, с этого момента, ну, наверное, момент этот гораздо раньше, но с этого момента в твоей жизни начинают происходить серьезные изменения. Серьезные изменения в направлении того, что Бог начинает вмешиваться в твою судьбу, и поменялся хозяин. Абсолютно. У тебя меняется хозяин. Ты поменял хозяина. Но не так, как с Украиной случилось. Украина захотела поменять хозяина с России на НАТО. И вдруг этот хозяин, тот второй, сказал, ой, ой, мы сожалеем. Вот вам чуть-чуть, а мы в стороне. Так, наш хозяин не такой. Слава Иисусу, что наш хозяин не такой. Когда ты только захочешь поменять хозяина дьявола на Иисуса Христа, а я тебе хочу сказать, что середины не бывает, ты либо подчинен Иисусу Христу, либо ты подчинен дьяволу. Не может быть так, что аят где-то посерединке. Не бывает такого. Когда ты только принимаешь решение, я меняю хозяина, я хочу быть с Господом, тогда все воинство Господне, все воинство Господне начинает ополчаться против боящихся Его. И тогда все вот эти дьявольские уловки, все, все, он не боится вступить за тебя в сражение, как сегодня, к сожалению, наши, нельзя назвать союзники, союзников у нас нет, но партнеры, которые боятся шагу вступить лишнего. Иисус не такой. Он сразу, как только ты говоришь, я хочу менять хозяина, я хочу, чтобы моим хозяином стал Господь, как только ты это делаешь, сразу все воинство небесное, все, все войска неба, они наносят такой удар дьяволу, что он начинает лететь, лететь далеко, прятаться, уходить в места безводные, пустынные и там дрожать. Потому что за тебя вступилось небо, за тебя вступился Бог. Халлелуя! Хвала им! Хвала им! Он, он настоящий союзник. Имей такого союзника. Но если мы говорим о союзниках, давайте поговорим и о союзниках людях. Потому что, ну, союзник Бог, это как-то, как-то так, ну, оно абстракто. Это надо быть таким глубоко-глубоко верующим мечтателем, чтобы видеть союзника Бога, проникнуться книгой Откровения, увидеть эти битвы. И как бы, и... Но, а реально, Бог твой союзник через твоего брата. Через... Иди сюда. Иди. Иди сюда. Не сиди там спокойно. Смотрите. Вот было тяжело. Было трудно. Второе к Арифинам, седьмая глава. И с пятого стиха апостол Павел говорит. И когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду. От вне нападения внутри страха. Со всех сторон. От вне нападения изнутри страха. Что делать? Господи, что делать? Бог, мы молимся Тебе. Дай нам ответ. Нам тяжело. И сегодня, может быть, ты находишься в таком состоянии. Ты от вне чувствуешь нападение изнутри страха. Боль, тяжело, трудно. Что делать? И смотрите. Написано. Но Бог утешающих смиренных утешил нас при бытии в Тип. Пришел Тип. Аллалуя. Воздайте Богу и славу. Пришел Тип. Что сделал Тип? Тип стал спиной в спине. И теперь можно встречать врага. Если, давайте, ладно, иди, садись, не будут тебя больше мучить. Мы вернемся еще к этому местописанию. Но написано, что он говорит, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас. Сегодня мы слышали об утешении. Об утешении. Насколько оно важно. И утешение проявилось в прибытии. Тип. Владимир. Владимир пришел. И так, так, так казалось бы, слушай, так сложно. Такая сложная ситуация. Как ее решать? Вот церковь. Вот брат пришел. Тип пришел. И он говорит, и он, я пересказываю о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности. Так что я еще более обрадовался. То есть Тип пришел, и апостол Павел, который имел изнутри нападение, из вне страны, или наоборот, из вне нападения. И утешился прибытием дела. Смотрите, давайте заглянем в Ветхий Завет. Интересная история. Давайте первую. Это про Иоаннафана и его оруженосца. Было сражение. Была война. И, значит, Иоаннафан пошел там разъедать, видит филистерлян. Это уже не будем. И с ним был оруженосец. И вот, интересно, это первое царство, 14 глава. И отвечал оруженосец Иоаннафан. Делай все, что у тебя на сердце. Иди. Вот я с тобой. Куда тебе угодно. Я с тобой. Ты говори своему соседу и скажи. Я с тобой. Я с тобой. Лер, мы с тобой. Брат, сестра, Вова, Герус, Костя. Я с тобой. Таня, я с тобой. Аминь. Я принимаю. Мы сражаемся вместе. И вот он говорит. Я с тобой. Делай. И интересно. Смотрите. Они пошли. И начал написано. 13 стих. И начал всходить Иоаннафан. Там непростая была ситуация. Там непростое было сражение. Во-первых, их было гораздо больше. Во-вторых, нужно было подняться на гору. И вот начал Иоаннафан подниматься. Знаете как? Цепляясь руками и ногами. Вот теперь ответьте мне. Как, цепляясь руками и ногами, где оружие? Написано. И оружие носит его за ним. Оружие все. Тащил оружие носит. Иоаннафан идет впереди. Цепляется руками и ногами. А сзади цепляется руками и ногами. И еще каким-то невероятным. Написано же оружие носит. Он на то и оружие носит, чтобы носить оружие. Каким-то образом я хочу, чтобы мы увидели сегодня этого оружие носа. Чтобы мы посмотрели на него. Каким-то образом он цепляется руками и ногами. И тащит оружие свое и своего господина. Что за подготовка. Что за человек такой невероятный. Этот оружие носит. И он тащит. И потом дальше написано, что падали филистимляне пред Иоаннафаном. А оружие носит добивало их за ним. Они вдвоем. Потом эту битву. За эту битву Иоаннафана чуть не убили. Но эту битву отдали в победу больше Иоаннафана. Но я хочу сказать, чтобы если не было оружие носа. У этой битвы не было бы победы. И если в твоей жизни нет Тита, нет брата, нет сестры. Которой ты можешь стать спиной к спине. Которой ты можешь стать спиной к спине. Тебе трудно просить об утешении. Тебе тяжело получить утешение. Тебе трудно победить в сражении. И, к сожалению, я разговаривал с Вовой. И буквально за два дня. Два дня до смерти он мне остановил. Я ему говорю. Вова, не оставайся один. Едь на центр. Давай куда-нибудь. Да нет, да я справлюсь, да я смогу, да я то, да я то. Не сможешь. Жизнь показывает. Я очень много похоронил. Близких мне людей. И уже вы похоронили много близких людей. И кто с ревцентра от начала, те помнят, сколько людей вы похоронили. И вся причина была в том, что они оставались одни. Вся причина ихнего проигрыша, ихней катастрофы была в том, что они оставались одни. Они думали, что они одни смогут. Я прорвусь, я справлюсь. Пастырь, да я вот сейчас себя в порядок приведу. Я обязательно приду в церковь. Я обязательно приду. Не приведешь ты себя в порядок. Ты приди, твой оруженосец приведет тебя в порядок. Твой оруженосец поможет тебе. Он понесет твое оружие, если надо. Потому что ту битву, которую ты ведешь, она тяжелая. Битва с метадоном, с наркотиками, с алкоголем. Битва с порнографией. Это тяжелые битвы. Это непростые битвы. И ты иногда не можешь тащить свое оружие. Ты его ложишь в сторону. И ты пытаешься каким-то образом взобраться на гору. И как раз в этот момент дьявол наносит тебе удар. Потому что твое оружие лежит в стороне. Твое оружие лежит в стороне. А ты пытаешься вскарабкаться на гору. О мой Бог, о мой Бог, не оставайся один. Не оставайся один. Ой, да он такой, он мне не нравится. Он на меня накричал. Он со мной грубо посылал. Да слава Богу. Но он же не может быть идеальным. Только пастырь старший может быть идеальным. Все остальные. Ну, ну, что есть, то есть. В скромности своей. Что? В скромности. Но не могут быть. И даже старший пастырь. Ну, не могут быть идеальны. Тебе не идеальный нужен человек. Тебе оруженосец нужен. Тебе нужен тот, кто пойдет с тобою. Кто станет спиной к спине. Кто будет воевать за тебя. Кто поможет тебе. Кто вступится за тебя. Вот кто тебе нужен. О, мой Бог. Вот кто тебе. И Бог создал церковь. Он сказал, я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Почему? Потому что они будут стоять спиной к спине. И дьявол ничего не сможет сделать. Вы знаете, нападение сзади, оно считается очень коварным. Коварным и очень эффективным. Да. Вот у нас Мариуполь охраняли. И со стороны России хорошо стояли. А со стороны Крыма никого не было этого перешейка. И там все разминировали почему-то. И там никого не поставили почему-то. Это все еще будет выяснить. И мы еще узнаем очень много таких новостей. Как бы люди не пытались это спрятать. Я говорю вам, вы пытаетесь это спрятать. Ничего у вас не получится. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. И вот зашли с тыла. И как бы крепко не стояли там, с тыла зашли. И нанесли удар. И нанесли удар. И столько наших ребят погибло тогда. Потому что тыл был не защищен. Тебе нужно, чтобы кто-то защищал твой тыл. Тебе это необходимо. Давайте еще одну историю прочитаем. Мне она очень нравится. Второе царство. Десятая глава. Иоав и его брат Овеса. Сирийцы и аммонитяне напали на Израиль. И вот они идут. Если вы посмотрите. Они приходили точно так же. С двух сторон. И когда Овеса это увидел. И когда Иоав это увидел. Он понял, что им не устоять так. Им надо разделиться. Им нужно стать. Одному стать. Одну сторону другому в другую сторону. И смотрите. И он разделил. И увидел Иоав. С девятый стих. Второе царь. Десятая глава. С девятого стиха. И увидел Иоав. Что неприятельское войско было поставлено против него. И спереди, и сзади. И спереди, и сзади. Во-первых, увидеть это. Это уже благословение. Это уже благословение. Увидеть такое. Но. Кроме того, что ты это увидишь. Кроме того, что ты это увидишь. Тебе нужно еще что-то сделать. Нужно проявить какую-то стратегию. И вот он, когда увидел это, он взял отборных воинов и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Овесе, брату своему, чтобы он выстроил их против амонитяков. Как мы стояли сегодня? Спиной к спине. Спиной к спине. И сказал Иоав. Смотрите, он говорит такие слова. Это очень такие важные, сильные слова. Которые должны укрепить тебя и дать тебе понимание, вообще, что ты выстраиваешь в своей жизни. И сказал Иоав. Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если амонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. И потом он говорит невероятные слова. Будь мужественен. Мы слышали много, да, проповедей на тему, как быть мужественен. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Будь тверд и мужественен. Не страшись и не бойся. То есть слово делает тебя мужественным. Слово делает тебя твердым. Когда ты вникаешь в слово, когда ты читаешь слово, когда поучаешься в нем день и ночь. А как день и ночь поучаться в этом слове? Ну день понятно, а ночь как? Я вам скажу. Я открыл секрет. Наушники. Аудио Библия. И лежишь. Поучаешься. Заснул. Слава Богу. Есть некоторые люди, которые только включают Библию, сразу дынь и отключаются. Не заснул, поучаешься. И так, и так тебе хорошо. Поэтому я всем советую на ночь включайте аудио Библию. Вы либо хорошо заснете, либо послушайте слово Божье. И так, и так будет польза. Но вот когда мы поучаемся слову, это делает нас твердыми и мужественными. Ничего другого не и еще практика этого слова. Еще испытания, еще пустыни, еще битвы. В этом всем ты закаляешься, и Бог раз за разом делает тебя тверже, сильнее. Если ты, конечно, этот человек. Если ты тот, кто засел где-то там в засаде, сидишь и думаешь, как страус голову засунул в песок, и думаешь, да, я ничего не вижу, ничего не слышу. Ну, так и духовность твоя будет проходить. И вот, смотрите, он говорит, будь мужественен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего. Слышишь, брат, слышишь, сестра? Будь мужественен. Братья-пастыря, братья-служители. Я обращаюсь ко всем братьям, пастырям и служителям, которые в это непростое время находятся в Украине, и остаются верны завету и пасут народ Божий. Будьте тверды и мужественен. Оставайтесь тверды и мужественен. А что ты нам взамен? Что будет в ответ? А мы обязательно победим. Я не знаю. Я не знаю. Я говорю вам, я не знаю. Победим мы, непобедим. Но Бог сказал, стоять спиной к спине и быть твердым и мужественным. А Бог, что Ему угодно, Он это сделает. Аллилуйя. Бог, что Ему угодно, это сделает. А что угодно Богу, давайте заглянем и почитаем. А Богу было угодно. Вступил Яав и народ, который у него в сражении с сирийцами. И они побежали от него. Сирийцы видят, что поражены израильтянами, собрались вместе и потом тоже побежали от них. А Богу угодно дать тебе победу. Слышишь? Богу угодно дать тебе победу. Поэтому не бойся, брат. Не бойся, сестра. Ты пройдешь все. И ты победишь. Будь мужественным, будь твердым. И будем твердо стоять за города Бога нашего. А Бог, что Ему угодно, то да сотвори. Читаем еще раз Коринфянам. Есть один секрет утешения. Это смирение. Это смирение.